Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у Заводчика Корги. Продолжим рубрику кармических задач и интересных личностей, разбор интересных личностей. Все-таки вы меня уговорили, мои хорошие, рассмотреть личность и кармические задачи экс-президента Виктора Януковича. Ну, Янукович так Янукович, окей, окей, будет нам Янукович, хорошо. Итак, Янукович, сейчас, мои хорошие, я его открою перед собой, посмотрим в эти честные глаза. Вот очень классное фото, мне очень нравится. Ой, у него такие классные фотки здесь, вот правда, уж какой-то такой, знаете, комичный, комичный. А кого он мне напоминает? Слушайте, кого-то он мне сейчас напоминает. А кого же он мне напоминает? Мопса, мои хорошие, вот кого, Мопса. Янукович мне напоминает Мопса. Я понимаю, что это такой Мопс большой, метр девяносто три. Вот Википедия пишет, метр девяносто три рост у Януковича. Ну, вот я смотрю на фото, вот много фото передо мной, да, и я вижу Мопса, знаете, вот, ну, что, ну, слушайте, ну, визуализация, господи, у кинолога, понимаете, заводчика. Ну, это профессиональное, да, искажение, но, тем не менее, такой, знаете, такой большой, милый Мопс. Почему? Ну, хорошо, хорошо, все, не Мопс, не Мопс, нет, все, все. Хорошо. Ой, слушайте, ну, вообще, какой он милый просто. У меня вообще было всегда такое ощущение, что нам его, Путин, подсунул как раз после Кучмы, как раз по причине его внешних каких-то характеристик. Уж очень он контрастно смотрелся, да, относительно нашего президента Кучмы, да, ну, очень контраст, такой был яркий контраст. Им ведь многие бабушки проголосовали за Януковича, потому что, який видный мужчина, милые женщины, ну-ка вспомните, было у вас такое, вот, только в начале, да, когда его только выбирали, ну, який гарный мужчина, да, было такое, вот, колитесь, было, было, наверняка ваши бабушки голосовали за Януковича, только потому, что какой-то он такой прям видный, симпатичный, да, было дело, было, было. Ну, хорошо, давайте посмотрим. Ой, ёлка ты моя, ёлка ты моя разнесчастная, ну, давайте, что за личность такая? Виктор Янукович, Фёдорович, кто ты, кто ты? Девять мечей, мои хорошие. Королева мечей. Вот так. Семь пентаклей. Ждун. Вот он и сейчас, небось, ждёт, ждёт, чем дело кончится. Туз. Туз Жезлов. Двойка пентаклей. Давайте ещё одну, Фёдорович. Иерафант. Вот так вот. Так, ну, что тут скажешь про нашего-то экс-президента, мои хорошие. Ну, что, давайте начнём с того, что душа всё-таки у Виктора Фёдоровича, правильно? Зрелая, зрелая. Как бы там ни было, но это Королева мечей, это Иерафант. Это зрелые личности, достаточно зрелые. Туз Жезлов говорит о том, что он очень активен, достаточно, знаете, такой предприимчивый, да? Ну, может быть, ещё туз пентаклей может, знаете, указывать, например, на дубинку, на дубинку, видите, на дубинку в руке, которую он давал по голове, снимая шапки с людей. Тоже вариант, но, тем не менее, человек активный, предприимчивый. Я бы сказала, видите, несколько он в такой Королева мечей. Это такая воинственность в его личности, да, Королева мечей. Это холодный какой-то такой вот разум воина, разум человека, готового воевать, отстаивать себя, да, Королева мечей. Она анализирует, она думает, она воюет. Я думаю, ему всегда было сложно сделать окончательный выбор. Двойка пентаклей. Душа, которая, знаете, личность, которая, несмотря на вот эту вот и Королеву мечей, да, и туз пентаклей, и туз жезлов, да, то есть он активен, он анализирует, рассчитывает, да, несколько ходов наперёд, но у него сложно с решительностью. Знаете, вот такой, он кто у нас там, рак, да, но он в позиции, знаете, как весы, да, в сомнениях, в сомнениях. И вот в ожидании, вот это вот какая-то некая неуверенность, сомнения, ожидания, неуверенность, а что будет, а что мне за это будет, да, а что мне будет за то, что я вот тут что-то вот вытворил или решил. Я по Королеве мечей решил, по тузу жезлов вытворил, да, и что мне потом за это будет, вот он ждёт такой нерешительности и страхи, мои хорошие. Что я вам хочу сказать. Личность Виктора Януковича, по крайней мере, вот эта карта первая, говорит о том, что с ним сейчас происходит, как бы начало, да, вот начало этой личности, она вся на девятке мечей. Несмотря на свою воинственность, это неуверенность, страх, какая-то депрессивность. Возможно, эта карта говорит, что с ним сейчас происходит, да, какой-то вот страх за свою жизнь, за будущее, тут мне как бы сложно сказать, но вот эта карта страха, она очень ярко, знаете, потому что она первая, она очень ярко его характеризует. Человек, который боится, который боится, который не уверен в последствиях своих поступков, чем для него что-то закончится. Вот он, он может по жезлам что-то вытворить, а потом сидит и думает, ёханый бабай, сидит и репу чешет, а шо ж будет? То есть тут, знаете, это тот человек, который сначала делает, а потом сидит в ожидании, прилетит или не прилетит. Ну, как-то так, как-то так. Зрелая ли его душа? Да, да, его душа зрелая. У него есть карта Иерофант. Карта может, конечно, видите, указывать на то, что эта личность, видите, может восседать на троне, действительно, перед ним преклоняются, его слушают. Ну, конечно, что он там несет, это отдельный вопрос, но, знаете, даже такие личности, как Виктор Федорович Янукович, находят слушателей, как видим, находят. Ну, и мы же знаем, что находили многие годы, да? Вот, так что, вот так, душа Иерофант, душа Королева Мечей, но томится в ожидании, в страхе и неуверенности. Вот, что с ним происходит, мои хорошие. Вот так вот, вот так вот. Хорошо. Кармическое предназначение Виктора Федоровича. Кармическое предназначение, да? А для чего же он пришел в этот мир? Неужели для того, чтобы шапки снимать? Ну, или в Украине вот здесь вот это вот устраивать, тут балаган. Для чего? Здесь такая фотография, я говорю, для чего? Я смотрю на него, а фотография вот такая. Вот так, он прям так и делает. Очень интересно. Такой. Не знаю, я не знаю. Ну, давайте посмотрим. Виктор Федорович, твое кармическое предназначение. Кармическое предназначение его. У-у-у, смотрите, сразу две карты, мои хорошие. Выпадают вместе, вы представляете? Посмотрите. Дьявол и император. Ух ты! Ой, блин, да что ж со мной происходит, я забываю постоянно. Мои хорошие, дьявол и император. Быть императором в зависимости под дьяволом. Это что ж получается, что он родился уже с задачей, уже с судьбой. Быть вот таким императором, но под дьяволом. Ну, а кто у нас дьявол? Ну, кто у нас дьявол? На минуту, кто у нас дьявол? Ну, ясно, потянует на это. Слушайте, я в шоке. Вы знаете, карты иногда меня вводят в стопор. Я знаю, что они классно разговаривают всегда, и это потрясающе. Но каждый раз, когда я встречаю какую-то такую ситуацию, меня, знаете, током передергивает. Оп, ты ж твою дьявол. Вот правда. Смотрите, а ведь они выпали обе две вместе одновременно. По сути, они у меня практически выскочили из колоды. Они просто кричали, да, кричали. Смотрите, его экономическое предназначение император под дьяволом. Я в шоке. Я в шоке. Четверка Жезлов говорит, что в собственном доме, в собственной стране, да, император под дьяволом в стране, да. Королева Кубка. О, мои хорошие, какая прелесть. А вот вам и шапки. Вот они, шапочки. Красные шапочки. Ну и, конечно же, карта Афериста. Вы знаете, я думаю, этот человек, в принципе, выполнил свое кармическое предназначение, потому что все его карты отыграли. Смотрите, вот она, карта Афериста, который снимает шапки. Кто не в курсе, вот она, карта, видите, Дамы Кубковой. Видимо, это вот его повариха, да. Повариха его, сватья баба, бабариха. А это вот он, император под дьяволом в собственной целой стране. Император, который под дьяволом в собственной стране. Вы знаете, по своему кармическому предназначению он прошел прям со свистом, мне кажется, да. Прямо, ух, под барабаны. Ну хорошо, выполнил ли он, выполнит ли он, выполнил ли он, выполнил ли он свое кармическое предназначение. Смотрите, мои хорошие, карта, нет, надо прятать на всякий случай. Карта звезда, о чем это говорит? Он не просто выполнил, не просто выполнил, а это, знаете ли, такое яркое событие, да. Звезда это всегда то, что все видят, то, что все слышат, то, что обсуждается. Помните, я вам говорила, звезда это не есть хорошо или плохо. Звезда это ярко. Звезда это о том, что всеми обсуждается. Звезда, она видна издалека. И не важно, какая она, хорошая или плохая, она яркая. Так вот, он ярко исполнил, очень ярко исполнил свое кармическое предназначение. Исполнил, мои хорошие, его душа зрелая, его кармическое предназначение быть аферистом и, извините, императором под дьяволом. Да, еще в его жизни, вот это, вы видите, вот эта вот дама имеет какое-то значение явно. И вот он, собственно говоря, справился. Ну, вот так, как ни удивительно, но такой расклад. Сама в шоке, мои хорошие. Это нужно вообще-то переварить. Переварить. Хух. Ну, вот такой расклад. Вот так кто бы рассказал, сама бы не поверила. И тем не менее, тем не менее. Это же интересно, да? Снова приходишь к мысли о том, что человек, являясь преступником каким-то, ну, получается, и убийцей, и вором, и насильником, ну, кем бы он ни являлся, он что, он просто идет по своей судьбе? Он просто идет по своей судьбе. Снова я об этом начинаю думать, что мы предъявляем претензии человеку, а ведь он только идет по своей карме. Он только идет по своей дороге, предназначенно ему кармически получается, да?